Мы рассказываем миру об Украине. В студии работает Дарья Вершилинка. Здравствуйте. Возросло количество пострадавших в результате ДТП в Одесской области. Девять человек погибли, четверо травмированы. Их госпитализировали. Это предварительные данные на трассе. Маршрутка столкнулась с грузовиком. Сообщили в местной полиции. Авария произошла между селами Новая долина и Прелиманская. По словам правоохранителей, маршрутка была переполнена. Точное количество пострадавших устанавливается. На месте аварии работает следственная оперативная группа, пожарные, медики. Движение по автодороге пока затруднено, говорят патрульные. Причина ДТП устанавливается оперативно-следственными действиями. Пожарно-спасательные подразделения привлекались, чтобы доставать пострадавших и погибших из транспортного средства. И для того, чтобы смыть топливо-смазочные материалы с проезжей части. Предварительно обстоятельства ДТП квалифицируются по части 3 статьи 286 Криминального кодекса Украины. Это нарушение правил безопасности дорожного движения. Сейчас мы осматриваем место происшествия. Работает следственная группа. Ям и Константин Котов. Освобожденный моряк Андрей Эйдер поддерживает российского политзаключенного Константина Котова. Россиянина задержали в августе этого года и приговорили к 4 годам тюрьмы. Обвинили якобы в неоднократном нарушении правил проведения митингов, шествий пикетов. Котов постоянно поддерживал украинских военнопленных и политзаключенных в кремлевском плену и выступал за свободные выборы в России. С 20 августа в Москве проводят одиночные пикеты в поддержку российского активиста. Соревнования пожарных, посвящение щенков в спасатели и выставка старинной спецтехники. В Киеве на Крещатике отмечают День спасателя. Подробности в материале Юлии Крючковой. Сила, ловкость и профессионализм. То, что должны показать спасатели в ходе Firefighters Combat Challenge. Эти соревнования пришли в Украину и США и проводятся здесь уже три года. В этот раз, кроме украинцев, участвуют представители Польши, Литвы и Беларуси. Здесь мы забегаем на учебную четырехэтажную башню с весом 19 килограммов. Потом поднимаем рука весом тоже 19 килограммов на веревке. Потом выбегаем из башни. Для эвакуации пострадавших по лестнице обязательно нужно наступать на каждую ступеньку. Потом мы работаем молотом на станке. Дальше мы обегаем фишки и подаем рукав с водой для ликвидации пожара. Спасатели в защитном снаряжении весом около 20 килограммов должны уложиться в 6 минут. Но большинство преодолевает дистанцию в 3-4 раза быстрее. Прошел я за минуту 31. Сложности ускорятся. Нужно тут ускорение. Потому что веса, в принципе, тяжелые, но нужно это все быстро выполнить. И правильно, чтобы не получить штрафы. Участвуют в соревнованиях и девушки. В личном первенстве лучшей стала представительница Беларуси. Занимаюсь третий год. В прошлом году здесь были. В этом приезжала ваша команда к нам в Минск неделю назад. И сейчас мы приехали поучаствовать, набраться опыта. Нужна тренировка. У нас есть тренер, который привел в спорт, который постоянно этим занимается. Который не дает даже мне в мужской команде где-то спуска. На тренировках, может быть, где-то обижаешь. Но когда приезжаешь на стрелян, понимаешь, что было сделано все правильно. Похожую трассу построили и для детей. Самые маленькие могут в форме спасателей проползти через препятствия, выбить рельсу кувалдой и попасть водой в цель из миниатюрной копии пожарного рукава. Всеобщий восторг вызвало посвящение щенков, спасателей. Они уже проходят обучение, а в полтора года сдадут экзамены и заступят на службу. Одним из самых перспективных считают этого малыша овчарки. Зовут его Гоша. Зовут его Гоша. В будущем он будет искать взрывчатку. Он учится на базе межрегионального центра быстрого реагирования. Ему сейчас 4 месяца. Обучать его начали месяц назад с элементарных команд. Кроме того, на Кричатик привезли пожарные машины и спецтехнику разных лет. Юлия Крючкова, Александр Бугай, ЮЭй ТВ. Всемирный день чистоты ежегодно в глобальной уборке планеты принимают участие миллионы людей. Киевские активисты отметили день на набережной Днепра акции, которую называют эко-аудитом. Это не просто сбор отходов, а их анализ. Таким образом определяют, какого типа мусор встречается на улицах чаще всего. Цель – призвать производителей товара в упаковках использовать материал, подлежащий переработке, а потребителей – утилизировать мусор правильно. На побережье вышло несколько десятков киевлян. Всего за час они собрали до 10 мешков мусора. Насобирала одежды, то есть в принципе могу одеться даже сегодня при желании. Есть очень много таких интересных находок, как, например, колготки женские. Вот очень много женских колготок почему-то под мостом. Но так, конечно, очень грязно. То есть это стихийная свалка в месте, где киевляне в принципе гуляют и гуляют со своими детьми. Сегодня всемирный день уборки. Много компаний и организаций сегодня убирают мусор. А мы пошли дальше и решили проанализировать мусор и узнать, какие компании его создали. Мы сделаем топ-10 компаний, которые больше всего загрязняют Киев. Мы хотим им рассказать, как стать ответственными и как можно уменьшить влияние на природу. Присоединился к уборке Киева и глава представительства ЕС Матти Маасикас помогал очистить от мусора берега Днепра. Об этом он написал в Твиттере. По его словам, утилизация пластиковых отходов лежит в основе стратегии Евросоюза, чтобы сделать планету чище. Футбольный турнир для депутатов прошел на тренировочной базе Киевского «Динамо». Четыре команды провели по три встречи в матче за третье место. Внефракционные депутаты победили команду «Батькивщины». В финале представители фракции «Слуга народа» уверенно обыграли команду позиционной платформы «За життя». Турнир был благотворительный. На вырученные средства закупят мячи, форму, футбольное оборудование и передадут в детские дома. Огромное спасибо депутатам, которые придумали такой турнир. Я думаю, для развития, будем говорить, вообще спорта в целом, не только футбола. А это инициатива, которую Андрей Анатольевич предложил, Кожемякин. Поэтому, я думаю, все ее поддержали. Бесплатные СТО для велосипедов. Появились в Виннице. Любой велосипедист при необходимости может воспользоваться инструментами, чтобы починить свой транспорт. Кроме того, в городе прокладывают велодорожки, устанавливают специальные светофоры для велосипедистов. Насколько комфортно передвигаться по городу на двух колесах, знают корреспонденты ЮИТВ. Велосипед – это моя жизнь, Ян Мкатаев фактически всегда. Поехали! Артур – велосипедист с многолетним стажем. В день наезжает по Виннице до 30 километров. Говорит, передвигаться на двухколесном коне ему комфортно. В городе проложили почти 60 километров велодорожек. Устанавливает специализированные светофоры. А недавно по городу открыли 10 бесплатных вело-СТО. Система у меня проблемка. Он подкрутил сейчас. Вполне нормально зажимает. Тут есть все для ремонта байков. От стойки до набора ключей. Не всегда с собой есть насос. Не всегда с собой есть набор ключей. Не всегда с собой стоечка, на которой можно подвесить велосипед и ремонтировать его в правильном положении. Возле всех госучреждений в Виннице устанавливают велопарковки. А для сотрудников местной мэрии организовали большой велопаркинг. Это маневренно, это экология, быстро. И таким образом, наверное, прививают нашим венечанам культуру такую, наверное, будущего. С велосипедами более мобильными стали и муниципальные патрули. Удобно, что можно быстрее приехать. Сами понимаете, на общественном транспорте долго. На велосипеде намного быстрее. Много велодорожек в городе. Местные власти планируют развивать веловструктуру. Говорят, транспорт экологический и поможет разгрузить дороги. Необходимо создать велосипедные хабы. Это транспортные узлы, где ты можешь приехать на велосипеде и оставить там его на некоторое время. Пересесть на автобус или троллейбус. Проехать. Потом вернуться и забрать свой велосипед целым и невредимым. В мэрии подсчитали, с каждым годом в Виннице количество велосипедистов увеличивается в среднем на 4%. Для путешественников, которые приезжают в город со своим двухколесным транспортом, установили велокарты. Арина Кантонистова, Виталий Демец, Винница, ЮЭйТиВи. Более 50 тысяч музыкантов. Фестиваль украинской музыки «Червона Рута» празднует свое 30-летие. Юбилейный конкурс проходит в Черновцах, где в 89-м и стартовало музыкальное шоу. В этом году организаторы решили провести музыкальный праздник без именитых звезд. На сцене исключительно молодые исполнители. На юбилей приехали и участники первого фестиваля. Со сцены звучит легендарная «Червона Рута». Но в современной аранжировке композицию исполняет 80 музыкантов Национального симфонического оркестра. Первый фестиваль украинской песни прошел в Черновцах 30 лет назад. В сентябре 89-го он стал вызовом в советской системе. На стадионе сотни сотрудников КГБ, милиции и членов компартии. Настала осень. Дни стали короче, а милицейские дубинки длиннее. Ребята, что вам еще нужно? Кому вы так служите? Несмотря на запугивания и аресты, зрители разворачивают сини-желтые флаги. Впервые на сцене публично полностью исполняют гимн Украины. В те дни было неимоверное сосредоточение милиции. И постоянное ощущение, что за тобой следят, было нагнетание нервозности. Моя творческая работа заключалась в том, чтобы не только воплотить сценарий в жизнь, а и находить различные способы, как преодолеть цензуру, которая была тотальной. Режиссер первой «Червоной руты» вспоминает, фестиваль украинской песни стал не просто культурным событием, а был духом свободы и патриотизма, был шагом вперед к получению независимости Украины. За 30 лет через «Червоную руту» прошли около 50 тысяч исполнителей. Фестиваль открыл сотни музыкальных звезд. Братья Гадюкины, Плачеремии, Океан Эльзи, Скрябин и многие другие. Юбилейный 30-й фестиваль организаторы решили провести без именитых исполнителей. На сцене – молодые артисты. На отборочных конкурсах на фестиваль «Червоную руту-2019» жюри прослушали почти 5 тысяч исполнителей со всей Украины, отобрали 350 солистов. Каждый представляет на конкурсе по три песни. Завершится фестиваль 22 сентября галоконцертом победителей. Инна Дудченко, Черновцы, Юэй Ти Ви. Грандиозный праздник пива. 186-й октоберфест стартовал в Мюнхене в полдень по местному времени. Начало праздника объявил мэр города Дитер Райтер. Он по традиции выбил пробку из первой бочки пива. Организаторы рассчитывают, что праздник посетят около 6 миллионов гостей. Порядок на фестивале будут поддерживать около 600 полицейских и сотни охранников частных фирм. Фестиваль продлится до 6 октября. За столько лет своей истории октоберфест уже стал международным праздником. Помимо Мюнхена его организовывают в десятках городов Германии, а также в других странах. У меня большие ожидания. Как и каждый год, я хочу, чтобы все весело проводили время, пили много пива, ели цукаты в глазури. Детеныша красной панды показали в американском зоопарке. Это Кики. Ей всего три месяца. Она уже второй детеныш красной панды в зоопарке Милуоки за последние два года. Красные панды обитают в Непале, Китае. В живой природе их осталось около двух с половиной тысяч. Из-за браконьерства эти животные под угрозой исчезновения. Это и другая информация на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала ui.tv.ua Спасибо, что вы с Украиной. Следующий выпуск новостей на русском. Менее чем через два часа. Обязательно увидимся на Ui.tv. Субтитры создавал DimaTorzok